Еще одна реформа, которую на этой неделе депутаты таки добили, в хорошем смысле этого слова, судебная. Рекордно большой законопроект, почти на 800 страниц, и с более чем четырьмя тысячами поправок, все-таки удалось проголосовать. Теперь в Украине должен заработать Верховный суд, да и вообще перемен будет столько, что сложно определить, о какой из них стоит говорить в первую очередь. Главное новшество в нашей короткой справке. Рекордные почти четыре тысячи поправок, две недели споров и консультации. 3 октября депутаты приняли судебную реформу. Целый ряд законов, которые вносят существенные коррективы во всю судебную жизнь. А именно, нардепы в пакете приняли изменения сразу три кодекса – хозяйственный, гражданский и административный. Ликвидировали высшие специализированные суды. Теперь единой кассационной инстанцией становится Верховный суд. В законе прописана и его перезагрузка. Именно сейчас активно идет отбор претендентов. Через конкурс на подпись президенту. Предусмотрено и создание новых судов – высшего антикоррупционного суда и по вопросам интеллектуальной собственности. Но самой революционной нормой будет так называемый электронный суд. Это значит, что теперь все суды и участники процессов смогут обмениваться информацией в единой электронной системе. Будет полный доступ ко всем стадиям рассмотрения дела. Кроме того, появится возможность дистанционного участия в заседании с помощью видеосвязи. Еще одна новация – введение адвокатской монополии. Норма, согласно которой представительство интересов в судах осуществляет исключительно адвокат, а не просто юрист. Но есть в реформе и довольно спорные нормы. Во-первых, депутаты ввели госмонополию на экспертизу. Теперь стороны в уголовном процессе смогут заявлять только те экспертизы, которые провели в государственных специализированных учреждениях. А это и дополнительное время, и удар по принципу состязательности сторон. Другой спорный момент – это так называемые поправки Лозового. Об уменьшении сроков расследования уголовных производств. Еще один неоднозначный пункт – это так называемый залог. Для начала процесса истец должен будет заплатить, внести деньги на депозит суда, чтобы компенсировать ответчику расходы на адвоката в случае его выигрыша. Продолжение следует...